11.07 в Кирове. Сегодня среда. В эфире программа «Разворот на бизнес» и в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». У нас сегодня очень интересная тема. Мы эту тему с Олегом анонсировали в конце прошлого года. Когда встречались здесь в этой студии с гостем, который сейчас присутствует здесь, мы его можем сразу представить. Это Александр Сидельников, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова. Александр Алексеевич, добрый день. Добрый день. А тема звучит следующим образом. Схема продаж. Для чего в ВИАТГУ считали магазины в Кирове? Напомню, мы как раз до Нового года говорили о нестационарных торговых объектах. И на эту тему приглашали Александра Алексеевича. Сейчас решили поговорить о том, как обстоит дело у нас в целом с торговлей, с розничной торговлей в Кирове. И исследования, которые как раз провели представители, ученые. И я думаю, что студенты тоже были задействованы в этом процессе Львовского госуниверситета. Мы ее разберем, посмотрим возможности ее применения. Представим наших гостей из опорного вуза. Ирина Девятьярова, доцент кафедры сервиса туризма и торгового дела ВИАТГУ. Ирина Петровна, добрый день. Здравствуйте. Нина Юхнева, доцент кафедры сервиса туризма и торгового дела ВИАТГУ. Нина Андреевна, добрый день. Добрый день. У нас здесь представитель бизнеса непосредственно розничной сети розничной торговли Александр Касулин, директор по развитию торговой сети Система Глобус. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и, собственно говоря, вот тогда, когда мы встречались в прошлом году тоже в развороте на бизнес, Александр Алексеевич Дельников сказал, что городская администрация заказала опорному вузу научное исследование, которое будет использовано в работе с розничными сетями и с магазинами разного направления. Да, абсолютно разного, конечно. Давайте, чтобы я не переговаривала своими словами, мы предоставим слово сразу же нашей администрации, заказчику, и спросим, собственно говоря, эта инициатива, чем была вызвана это решение, этот заказ. Причина исследования и работы с Вятским техническим университетом была следующая. Субъект, то есть правительство области, согласно федеральному законодательству, довел до нас, до всех муниципальных образований, в том числе и до муниципального образования города Киров, новые нормативы минимальной обеспеченности стационарными торговыми объектами. И не просто новые нормативы, а были введены, было введено ряд новых позиций. Ну, во-первых, сам норматив на тысячу человек, минимальной обеспеченности вырос, порядка на 100 квадратных метров. Во-вторых, введены новые понятия, такие как объекты местного значения. Это магазины и павильоны по продаже продовольственных товаров с площадью торгового объекта до 300 квадратных метров. То есть небольшие торговые точки. Ну и сразу хочу сказать уже, что у нас не хватает таких предприятий, согласно минимальной обеспеченности. Впервые введен норматив минимальной обеспеченности не стационарными торговыми объектами. И здесь законодатель предлагает три большие группы, которые мы должны отслеживать. Это павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Павильоны и киоски по продаже продукции общественного питания. И павильоны и киоски по продаже печатной продукции. Ну и еще четвертый норматив, которого раньше не было. Это минимальная обеспеченность торговых мест, где осуществляется деятельность по продаже продовольственных товаров на розничных рынках. Александр Алексеевич, а само правительство области, на чем основывалось, когда эти нормативы вводило? Это есть какое-то указание федеральных властей или это инициатива именно регионального министерства? Это все-таки инициатива федерального законодательства. Там есть довольно сложные формулы, они даются на регион и по этим формулам рассчитывается от количества человек и потребность в минимальной обеспеченности вышеперечисленных объектов. У меня тогда вопрос. Эти формулы и эти нормативы, они носят рекомендательный характер или обязательный? Ну, опять же хочу, сам смысл это норматив минимальной обеспеченности и дальше уже сразу, почему нам это надо, нам бы хотелось узнать, а фактически как расположена у нас торговля, то есть объекты стационарной торговли, там есть еще показатели продовольственных, непродовольственных товаров, нам это тоже очень важно, в муниципальном образовании город Киров. Не-не-не, у меня вопрос был другой. Это-то мы понимаем, да, что вы заказали исследование, чтобы снять срез и посмотреть картинку, реальный расклад, что у нас есть. Меня интересует законодательство и его нормативы. Они носят рекомендательный характер, условно говоря, ребята говорят администрации каждого города, муниципалитету, посмотрите, что у вас творится, поймите, что вот мы рассчитали с точки зрения науки, социологии, что необходимо вот такое количество и ориентируйтесь на это. Там уже вы сами дальше решаете, как вы будете поступать. Или вы обязаны отчитываться каждый год, что у вас выполнены эти нормативы и, пожалуйста, к 2025 году приведите эти нормативы в норму. Или это учитывается как-то при оценке муниципального образования, является одним из критериев оценки. Ориентируйтесь или обеспечьте? Это является критериями оценки не только муниципального образования, но и в целом Кировской области по обеспечению услугами торговли. Так все-таки ориентируйтесь или обеспечьте? Я хочу понять. Можно я добавлю? Нет, подождите секундочку. Я передам обязательно слово, простите. Мне нужно понять, вы заказали исследования, о которых мы сейчас будем говорить, и все-таки конкретная дата, чтобы у нас было приведено в нормативную, в норму обеспеченность. Или нет? Мы только ориентируемся? Это ориентируемся. Ориентируемся. Хорошо. Тогда сразу переходим к исследованию и передаем слово нашим гостям из ВЯТГУ. Вот Нина Андреевна уже взяла слово. Подвиньте, пожалуйста, к себе микрофон. Какая задача перед вами была поставлена муниципалитетом? Еще поближе можно. Я, наверное, все-таки добавлю то, что я хотела сказать. Дело-то идет о том, что это минимум. Государство определяет минимум для обеспеченности населения вот этими площадями. А рынок регулирует далее сам. То есть бизнес, он как раз и будет ориентироваться. Вот здесь минимум, допустим, в каком-то населенном пункте или в районе города Кирова. И здесь можно еще бизнесу находиться, и это выгодно. Подождите. Я вот все-таки сейчас отрегулирую наш эфир. Вы уже начинаете обсуждать. Мы давайте расскажем про исследование. Итак, вам муниципалитет заказал это исследование. Какая задача была поставлена? В данном случае я передаю Ирине Петровне, потому что она у нас руководитель группы проектной. Ирина Петровна, к себе микрофон, пожалуйста. И какая задача была поставлена? Что вы делали? Задача была у нас оценить обеспеченность муниципального образования города Киров площадью стационарных торговых объектов. И проследить, в каком состоянии у нас инфраструктура торговая находится. Поэтому мы, в общем-то, пошли навстречу администрации. Все-таки должна быть связь ВУЗ-регион. И научные исследования, конечно, должны помогать развивать наш регион. Поэтому мы согласились и, в общем-то, приступили к этим исследованиям. Они проводили срок с 24 октября по 10 декабря. С 10 декабря мы проводили обработку исследований и подготовку к круглому столу, который состоялся. Очень интересный круглый стол состоялся 20 декабря. Вот как раз присутствовали представители и общественных организаций, и бизнеса. И вот очень интересно обсудили вот как раз эти результаты наши. Вот. Мы сейчас прервемся на полминуты и о результатах поговорим подробнее. Да, все понятно. Мы продолжаем разговор. Мы обсуждаем, для чего в ВятГУ считали магазины в Кирове, для чего заказывал город, собственно говоря, это исследование, и что в итоге, это уже чуть позже мы будем обсуждать, что в итоге на круглом столе в декабре месяце произошло, когда пришли общественники, когда пришли представители бизнеса, выслушали этот доклад и какие вопросы задавали вообще. Мне кажется, что у бизнеса тоже были вопросы. Зачем вообще ребята все это делали? Ну, прежде чем начнем обсуждать само исследование, еще один вопрос, где брали данные для исследования. Понятно, что, наверное, Кировстад этим данными всеми не обладает. Там у них все-таки это более укропненно. А здесь, ну и разбивка по вот этим вот зонам в городе Кирова. Методику расскажите. Она же тоже своя, и я, честно говоря, не встречал ранее такого. Методика, пожалуйста. Исследования проводились методом полевых исследований. Да, вот мы разработали силами студентов нашего университета, нашей кафедры. Вот, в общем-то, нужно сказать, что для студентов была разработана анкета, которая характеризует каждый стационарный торговый объект. Такие данные были в анкете, как наименование предприятия, организационно-правовая форма, режим работы, метод реализации, отношение к типу, виду магазина. Далее вопрос о адрес его расположения этого магазина. И проведена была разнесительная работа. Студенты выполняли полевые исследования вот в рамках этого срока. В конце были обобщены результаты, выполнен анализ, и вот данные были представлены. Студенты пользовались электронными данными или они приходили прямо в магазин, и у них там, например, в этой анкете необходимо было и визуальный какой-то осмотр провести, и что-то посчитать, может быть, даже. Обязательно визуальный осмотр, потому что там был такой пункт ассортимент магазина и метод реализации товаров. То есть вот эти исследования можно сделать только путем присутствия в магазине. Кроме того, там еще был размер площади, который они определяли, либо согласно, ну вот методика такая, либо согласно плану эвакуации, там указано, либо, если это небольшие магазины, в общем-то, за мером они измеряли шагами вот эту площадь, вот таким вот методом. Не было противодействия, потому что это странно с точки зрения предпринимателей, особенно небольшого, что за люди тут пришли, что нас исследуют. Ну вот многие знакомые из торгового бизнеса как-то, да, вот пришла эта волна такая интересная, говорили, ой, что-то такое будет, потому что вот ходят, вот тут вот все записывают. Город оповестил торговое предприятие о том, что будет проводиться исследование. Мы заключили соглашение и дали полномочия как раз нашему университету, что это не какая-то коммерческая, либо сторонняя, а именно муниципалитет как раз интересуется этими цифрами. Вся информация, которая собиралась, она доступна любому покупателю. Нет, нет, не в этом дело. Дело в том, что вы просто, вот, студенты заходили, они измеряли... С рулеткой, да. С рулеткой. Нет, 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 сначала предупреждали владельцев торговых точек, и дальше уже происходили за... Нет, все намного проще. Они измеряли средний шаг и шагами измеряли торговую площадь. Предупреждали или нет владельцев вопрос? Нет, не предупреждали. Все, понятно. Да, здесь понятно. Смотрите, у нас ВКонтакте еще в декабре, и мы возобновили этот опрос вот сейчас перед этим эфиром в январе, мы спрашивали у наших слушателей, хватает ли в Кирове вам магазинов. Четыре варианта ответов предложили, и на первом месте лидирует... На первом месте ответ. Магазинов много, вот ассортименты качества не радуют. 56% ответивших так сказали. На втором месте ответ хватает, куда ни глянь, одни магазины. 38% – это львиная доля от всего. 14% сказали, не хватает узкоспециализированных магазинов. И 4% сказали, в моем районе даже продуктовых магазинов не хватает. Вот когда ты смотришь на этот опрос, то понимаешь, что в принципе магазинов предостаточно в городе Кирове, но людей не устраивает качество и ассортимент. Это очень серьезная претензия – 56%. Что по результатам ваших исследований вы выяснили? Достаточность и что еще там? Ну, в целом нужно сказать, что когда мы проводили исследование, на территории города было определено более 2000 торговых предприятий, стационарных торговых предприятий, общей площадью почти 700 квадратных метров. Точнее 683 606 квадратных метров. Это и продуктовые, и промышленные методы? Это все вместе. Вот, в общем-то, по обеспечению, конечно, у нас оказался по числу центр, центр, центральная часть города и юго-западный район. Они, в общем-то, тут сконцентрированы большая часть магазинов, большая доля, а в районах Ганина Большая гора и Радушный зафиксировано только наименьшее количество магазинов. Так, теперь я немножко... Подождите, значит, здесь надо уточнить. Если в центре максимальная обеспеченность Ганина, Филейка, минимальная обеспеченность, то нет ли в центре перебора по магазинам? Есть такой показатель? У вас же есть нормативы. Мы проводили, немножко уточню, мы проводили анализ по двум направлениям. Первое, это было фактическое состояние, то есть мы посчитали магазины, где сколько их находится, площади, где сколько распределено. Значит, посмотрели, реестр составили по типам, сколько у нас супермаркетов, сколько у нас неспециализированных, специализированных, продовольственных, непродовольственных магазинов, торговых центров, как они реализуют товар, какая доля через прилавок, какое самообслуживание по образцам и так далее. То есть это была первая часть исследования. Вторая часть исследования, это уже касается взаимодействия с нормативами, то есть обеспеченность. Сейчас мы говорим пока только про количество, что большее число магазинов, они именно сконцентрированы здесь. Это пока мы не можем сказать, что много или мало там, соответственно, нормативы превышают, занижают. Ну и меньше всего в районах Ганина Большая гора. Да, ну это объясняется тем, что центральный район, в общем-то, он и густонаселен, и здесь у нас, будем так говорить, артерии все города, и учебное заведение, и правительство области расположено. Поэтому, конечно, вот эти районы, они поэтому здесь и больше возникли. А вот деление как производили, как проводили границы, именно, и по какому критерию вот это деление происходило? На, если я не ошибаюсь, там около... 22 района. 22 района, то есть город Киров. Давайте уточню, то есть совместно с наукой мы разбили город... Александр Алексеевич Сидельников. Да-да, разбили город на 22 элемента планировочной структуры. Чтобы внимательно посчитать, мы попробовали определить плотность населения, чтобы она была равномерна. Мы понимаем, что вот у нас есть, допустим, там Большая гора Ганина, там бывшие сельские населенные пункты, плотность там мала. Поэтому мы привязались немножечко и к политической системе, то есть... Взбирательная округа? Да. И важно плотность и численность населения. Весь город разбит на 22 элемента планировочной структуры. И в рамках этих элементов мы и как раз анализировали и ввели подсчет, как Ирина Петровна сказала, первое – количество магазинов, второе – именно квадратные метры. Потому что нам больше важны квадратные метры. Александр Алексеевич, можно уточнить? Избирательная округа как элемент плотности, а географически учитывалась там, я не знаю, река, заречная часть. То есть, какие еще критерии, кроме вот этой некой политической составляющей? Александр Касулин задал свой вопрос. Какие все же еще критерии определения вот этого разделения? Вот я вам сейчас перечислю 22 элемента планировочной структуры, и будет все понятно. Вот просто «Молокозавод», «Чистые пруды», «Лепсе», «Заречье», это вот по поводу филармонии, «Центральный рынок», «Филейка», «Юго-Запад», «Ленгасово», «ОДНТ» и «Октябрьский рынок», «Цирк», «Центр», «Комсомольская площадь», «Дружба», «Радужный», «Район Старого моста», «Зональный», «Южный-Солнечный берег», «Дороничий-Захарищевый русский аэропорт», «Ганина-Большая гора», «Садаковский». Костина-Бахта, Нововятск до переезда мы считали, и Нововятск после переезда. Вот 22 элемента, это в связи с настоящим состоянием нашей градостроительного размещения архитектуры. Понятно. Давайте мы все-таки перейдем к вещам, которые станут понятны в том числе и нашим слушателям. Итак, вы посчитали, сколько квадратных метров и какие магазины находятся на этих территориях. С насыщенностью магазинами более-менее ясно. Центр ожидаемо максимально насыщен, минимально насыщена и Большая гора и Ганина. Тем не менее, я хотела бы обратиться все-таки к результатам, которые вы выявили по соответствующим нормативам. Потому что это основная задача была. Такое задание было правительством области и поставлено. И что выяснилось в этой связи? Где у нас перенасыщение? Где у нас категорическая нехватка? Приведите пример, пожалуйста. Нужно сказать, что анализ проводился тоже по четырем направлениям. Это общая обеспеченность площадями по нормативу, которые составляют у нас сейчас 696 квадратных метров на 10 тысяч человек. И отдельно, структурно и детально еще площадь продовольственных магазинов и площадь непродовольственных. Значит, для норматив минимальной торговой площади для продовольственных товаров 239 и 450 квадратных метров. Вот это нашим слушателям, простите. Нашим слушателям эти цифры неинтересны. Они их не запомнят. Вы нам скажите, пожалуйста, результаты. Результаты. Перенасыщенно, достаточно, недостаточно. В целом по городу идет превышение от норматива, значит, вот от этого норматива превышение торговой площади, стационарных торговых объектов и по продовольственным товарам в разрезе, если мы берем детально, и по непродовольственным товарам. Превышение. Превышение от норматива в целом по городу. Но, Евгения Петровна, но, сразу, чтобы осталось. Да, но есть районы, где достаточно низкие показатели, то есть дефицит идет, снижение ниже уровня норматива. Это такие районы, как Дружба, Лепси и Филейка. Еще в связи с тем, что вот Александр Алексеевич сказал, что почти на 100 квадратных метров нормативы были увеличены, этот разрыв еще больше стал. И нужно сказать, что вот в этих районах дела обстоят неблагополучно. Причем, будем так говорить, если мы рассматриваем ассортимент, то по непродовольственным товарам несколько лучше ситуация. То есть не такое занижение норматива, там, разрыв. А вот по продовольственным идет большой разрыв. Прервемся сейчас на полторы минуты, у нас реклама и обсудим вот этот результат уже, да, прежде всего, вот, кстати говоря, бизнесу передадим слово Александру Косолину, директору по развитию торговой сети системы «Глобус», согласен и согласен с такими результатами, потому что Александр Николаевич присутствовал на круглом столе, и мы знаем, что система «Глобус» проводит собственные исследования. А дальше выводы, которые сделали ВУЗ и от городской администрации, исходя из полученных данных. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Мы, конечно, и в перерыве тоже продолжаем обсуждать, уточнять данные, которые ВИАТГУ и городская администрация получили в результате исследований достаточности магазинов в городе Кирове. До перерыва мы ушли с вопросом Александру Косулину, директору по развитию торговой сети системы «Глобус», с вопросом, производите ли вы собственные исследования. И ваши исследования, если таковые и есть, что-то нам с Олегом подсказывает, что они, безусловно, присутствуют. Как же большие термомы сети? Совпадает ли с теми исследованиями, которые провел ВУЗ? Начну с того, что… Поближе к микрофону, пожалуйста. На самом деле, да. Можно говорить о том, что с учетом плотности населения равномерности торговых площадей нет. Мы, как предприятие торговли, занимающееся многими годами этим направлением, скажу так. Мы проводим свои исследования, мы изучаем конъюнктуру рынка, мы учитываем наличие конкурентов и собственное присутствие. Понятно, что в первую очередь мы изучаем территорию, где мы не представлены. И мы смотрим плотность населения, мы изучаем наших конкурентов и смотрим, можем ли мы зайти на этот рынок. Фактически мы считаем потенциальную выручку. А дальше возникает вопрос – куда? И это всегда, увы, не зависит от нас. Нет земельного участка, нет коммерческой площади, нет возможности открыть магазин. И здесь как раз вопрос 56%. Много, но качества не хватает. Это результаты опроса ВКонтакте наши. Да, это как раз вот та реакция, что да, есть магазин, но его предложение, его качество нас не устраивает. А мы не можем зайти на этот рынок, потому что нет коммерческих площадей. И здесь вот возникает та ситуация, что мы видим в вашем исследовании. С позиции удовлетворенности нельзя забывать, что на сегодняшний момент город Киров, он небольшой город. Нельзя говорить о том, что он огромный. Сегодня 20% покупателей совершают покупку не рядом с домом. Они совершают покупку, где они учатся или работают. Кстати, секундочку. Вот такой пункт был в исследованиях ВУЗа? Вот нет, этого пункта не было. Но мы в дальнейшем будем продолжать. Понятно. Будем исследовать. Более того, часть покупателей, это порядка 30%, совершают покупки крупные раз в неделю, выезжая в крупные предприятия торговли. Гипермаркеты, крупные супермаркеты. Так называемая недельная покупка. Это никак не связано с территорией проживания. Поэтому тут надо все же разделять обеспеченность в целом в городе, и мы видим переизбыток, и неудовлетворенность конкретной территории. Неудовлетворенность по причине отсутствия возможности открыть конкуренту магазин, например, нам. И мы не можем изменить эту ситуацию как бизнес. А с другой стороны, покупатель обеспечит свою потребность, выезжая в крупный гипермаркет, супермаркет, или совершая покупку рядом с домом. В целом, по вашим исследованиям, 56 много, 38 хватает, и только 14 не хватает, или там не хватает продовольственных. В большинстве случаев наш покупатель себя обеспечивает, и он удовлетворен. А дальше вопрос качества. Вопрос в УЗУ. В вашем исследовании есть пункт, где вы учитываете магазины местных сетей, магазины отдельные, которые к сетям не относятся, и федеральные сети? Объекты местного значения, так называемые. Объекты местного значения мы анализировали. Давайте объясним, что это, потому что не совсем слушателям понятно, и тем, кто будет знакомиться с этими исследованиями. Ну, мы уже говорили по определению, что объектами местного значения являются магазины и торговые павильоны по продаже продовольственных товаров из смешанного ассортимента с площадью до 300 квадратных метров. Это не стационарная торговля тоже бралась, или павильоны как стационарная торговля уже рассматривались? Мы исследовали только стационарные. Мы исследовали только стационарные. У нас задача стояла перед нами, ставилась только стационарная. Принадлежность к сетям или не сетям учитывалась или нет? Нет, у нас не ставилась такая задача. Мы смотрели и только местные предприятия. Пожалуйста, кто добавит? Я добавлю. Пожалуйста, не надо время. Мы имеем такую информацию. В рамках нашего исследования было достаточно показателей, чтобы определить, каков процент или удельный вес у нас находится в такой сети, как магниты, пятёрочка, брестоль, красно-белая. То есть у нас есть такая информация. Но в данном случае она пока у нас не обработана, потому что в задачах это не преследовалось. На втором этапе обязательно мы будем использовать дальнейшие наши исследования и дополнительно проводить исследования по ассортименту товара. Это ваша личная инициатива? Плюс по покупательской, как мы говорили, именно по покупательскому поведению. Где он покупает, там, где живёт, там, где работает или раз в неделю выезжает в супермаркет. Это ваша личная инициатива ВУЗа или это тоже заказ администрации? Это информационная база, которую мы получили, поэтому мы можем взять из неё любую информацию в дальнейшем. Сейчас тут нужно выяснить, потому что наверняка сейчас кто нас слушает, думает, а кто это заказал и кто за это заплатил, собственно говоря. Я об этом сейчас речь веду. Это заказ администрации, которая оплатила эти исследования, и следующий этап будет, и следующий в собственных целях, понятно, для того, чтобы планировать, например. Или это какая-то такая социальная работа, которую ведут администрации ВУЗ на безвозмездной основе? Ну, давайте я поясню. Значит, вот эта наша работа проводилась по соглашению. Никакой оплаты за работу ВУЗу мы не предоставляли. Но мы давно слышали, что в нашем техническом университете существует кафедра торговли услуг. Сервиса туризма. Поэтому мы впервые работаем с этой кафедрой, и нам нужно и важно было понимать профессионализм и компетентность. Я могу сказать, что мы абсолютно удовлетворены. Результатами удовлетворены. Второй этап, о котором вы говорите. Давайте мы обозначим, наверняка обсуждали уже, может быть, нечетко скажем, что будет так и так, но что именно конкретно вы хотели бы исследовать? Вот мы вчера встречались с Александром Алексеевичем и наметили дальнейшую, будем так говорить, стратегию дальнейшего сотрудничества. В чем она заключается? Она заключается в том, чтобы исследовать сейчас предприятие сферу услуг, там посмотреть, какая у нас ситуация находится. И параллельно мы здесь будем углублять более глубокие исследования делать по ассортименту, по удовлетворенности покупателей, в общем-то, стационарными торговыми объектами. То есть параллельно будем вести два исследования. И сейчас уже в сферу услуг, в сферу сервиса немножечко будем углубляться. Я хотел бы добавить, нам еще интересно, именно размещение нестационарных торговых объектов. А почему? А потому что по федеральному закону нестационарные торговые объекты размещаются у нас для восполнения нехватки стационарной сети. Ну, условно, если есть у нас там большая гора, где не хватает стационарных торговых объектов физически, потому что там нет площадей, как Александр Николаевич сказал, да и плотность населения такова, что не разместишь там большой супермаркет, даже там крупный просто продовольственный магазин, потому что это будет далеко от других населенных пунктов, которые здесь находятся. Но небольшие нестационарные торговые объекты – это же выход. Согласен. Но еще хочу добавить все-таки о целях задачи муниципалитета, с моей точки зрения. Во-первых, на всей территории муниципального образования город Киров как раз и подвести и увеличить минимальную обеспеченность предприятиями торговли. То есть, услугами торговли каждый житель должен, ну, в нашем идеале, в нашем понимании равномерная доступность, равномерная доступность. И второе, хочу сказать, что нам очень важно именно обеспечение продуктами питания первой необходимости. Вот сейчас мы когда говорим о причинах, о следствиях, ведь у нас попадает в обеспечение продуктами такая категория, как пенсионеры. И часто мы встречаемся с жалобами. Если нет рядом пешеходной доступности продуктового магазина, люди начинают писать жалобы. Администрация, что-то сделайте, мне дорого ездить, перемещаться, это сложно. Ну, вот основные задачи. Ну, и еще основная задача все-таки сделать равномерной услугу торговли для всех жителей города. Тут два вопроса у меня возникают. И, наверное, может быть, даже на второй час этот вопрос перенесется. Когда мы говорим об обеспеченности горожан продуктами первой необходимости, мы сразу вспоминаем разные по качеству предоставляемых услуг и продуктов и ассортименту магазины. Есть, условно говоря, глобус, который, понятно, какие сервисные услуги и ассортимент предоставляет. Есть то, что вы говорили, Бристоль и Красное и Белое, которые в Красное и Белое давно не заходило. Бристоль у меня вот есть на углу. Так алкомаркеты так называют. Да, но за последний год эти алкомаркеты перепрофилировались в магазины у дома, где продаются продукты первой необходимости. Консервы, хлеб, колбаса, мороженое. Яйца. Яйца, яблоки и что-то еще. И тут это тоже очень важный на самом деле момент, потому что мы можем посмотреть на то, что есть площадь, есть обеспеченность продуктами первой необходимости. Надо ли анализировать все-таки качество этого магазина? А можно небольшую ремарочку? Давайте немножечко пролистаем назад. Когда было ожидание в приходе федеральных сетей, и все говорили, что вот будет конкурентная среда, качество услуг и продуктов будет выше. Мы также, вспомним, пришли федеральные сети. Ну, еще раз, мы заказывали предпочтение жителей города продуктами именно нашего местного производства. И поначалу федеральные сети стали завозить немножечко продукции, ну, давайте так мягко скажем, с других регионов. Сейчас посмотрите, даже у мировых сетей наполняемость, а как раз наши местные сети всегда взаимодействовали с нашими местными производителями. И помните, правительство области разбиралось, когда там одну из наших нескольких магазинов федеральная сеть выкупила, и была проблема в сбытии продукции местных производителей, ее решали. У неких там до 25% реализация шла. Могу сказать, что ожидания-то ведь не оправдались с приходом конкурентов и федеральных сетей в качестве продукции. Секундочку, у нас остается 2 минуты с завершения этого часа. Александр Алексеевич, мы сейчас с Олегом стоим на стороне потребителя. И нам тогда хочется узнать, в ваших исследованиях следующего этапа, потому что этого не было на первом этапе, нелогично ли будет в таком случае спросить у людей, а нужно ли им это? Это уже социологические исследования. Да, нужно ли, какие они продукты предпочитают? Вот прям ваше независимое исследование. Ассортимент каких магазинов им больше нравится? Чем они удовлетворены? И может быть, даже пойти шире? Ведь кроме того, что обеспеченность площадями должна быть нормативными, что из себя представляет этот магазин? Мы очень много, кстати, об этом говорили, в том числе и с «Глобусом» тоже. Есть условный магазин, вокруг которого хоть трава не расти, и как он выглядит внешне. А есть магазин, у которого есть детская площадка, у которого есть парковка, и который функционирует так, что человеку приятно туда заходить, его хорошо обслуживают. И чистит прилегающую территорию зимой. Давайте добавим. Да, да. Что нам очень... Это вы обсуждали вчера, а вы будете это закладывать в следующий этап исследования? — Естественно, предпочтение в продуктах питания нам очень важно, то есть в комплексе изучить, а что же потребительский рынок наш требует. Именно мы будем исследовать и заказывать. Остается до завершения. Сейчас нас слушают тоже горожане и думают, ну хорошо, вы это посмотрите, все вот это посмотрите, вот это посмотрите, вот это посмотрите. И чего? Что вы совсем с этой информацией будете делать? Давайте все-таки во второй части обсудим более плотно, вот, и чего. А мне, наверное, завершающий вопрос, прежде чем гости нашего из Вятского госуниверситета уйдут, те результаты исследования, которые вы набрали и презентация, которую подготовили, с ней можно как-то ознакомиться с широкому кругу? Или хотя бы предпринимательскому кругу, который в первую очередь заинтересован в этом? Ну, заказчик этой информации было управление, так что если... Город. Пожалуйста, город, если... Открытый доступ или нет к информации? Да, эта информация открыта, потому что мы работали в рамках соглашения, это работа как продукт муниверситета, так и университета, поэтому есть и баршурочка небольшая, есть презентация, поэтому... И мы можем ее опубликовать на своих сайтах, сайт бизнес-новостей, сайтах Москвы опубликует исследование, есть презентация, и опубликует исследование ВятГУ по заказу городской администрации, и можно будет это обсудить на наших сайтах, вот, после того, как выйдет эта программа и газета. И самое последнее, кто-то из муниципалитетов еще обращался с такой просьбой, так как эти требования правительством всем муниципалитетам выставлены? Нет, пока только у Кирова. Начали с Кирова. Благодарим наших гостей из ВятГУ Ирина Девятьярова и Нина Юхнева, доценты кафедры сервиса туризма и торгового дела ВятГУ. Мы будем следить за тем, как происходит исследование, и, наверное, встретимся отдельно и поговорим, какой эффект, собственно говоря, в вашей работе вот такие исследования произвели, как студенты это восприняли, насколько это важно для учебного процесса и профессионального роста студентов. Это отдельная история. Встретимся, благодарим вас. В студии остается на второй час Александр Осидельников, представитель городской администрации, Александр Косулин, директор по развитию торговой сети «Система Глобус» и межа ДМП представителя УФАС Ирину Мещихину после 12. Субтитры создавал DimaTorzok